так сменил дислокацию друзья вот батарейки немножко уже садятся все холодно и даже в машине минус а снаружи минус 30 зато красиво видите это и не синий замерзающий 1 серия рассказывал плюс 3 вода вот и снаружи минус минус 30 это сегодня сегодня у меня 30 по моему так теперь ноября по моему дальше рассказываю опять же про здоровье о чем именно перусе я рассказал что такое дикое моржевание вот 10 20 заплывов без всякой подготовки вообще без всякой привели к тому что у меня полностью навсегда исчезла астма астма непростая смертельная об этом рассказывал и так второй этап движение к цивилизованному моржевание убедившись что я все организм свой спас пас сознательно 30 минус 30 ночью ну как ночь темноте темнеет рано 8 9 вечера после работы я ходил пешком потом не стал ездить на машине на машине стало намного это кто видел первую серию понимаешь я продолжаю вот первый этап это босиком это заплыва это сносило это пуговицы негнущиеся пальцы второй этап комфорт вот такая же машина тоже лада но девятка и было это это примерно восемьдесят шестой год уже сколько лет прошло восемь шесть это 16 и 22 шестнадцать и два тридцать восемь лет и вот эти 38 или 36 ну короче продали считайте сами это было так давно подъезжал берег вот так же ставил на с небольшим наклоном машину тогда появились эти самые светодиодные фары впервые на девятках яркий свет бьет берег и воду вот и я в свете фар выходя из уже теплой машины заметьте теплой машины вот подходил берегу делал активную зарядку я заметил что когда зарядку делаешь в одежде прям буквально в телогрейке теплой штанах телогрейке вот внутри прогревается организм нет не до пота но хорошо прогревается и потом раздеваться комфортно довольно и заходишь в воду еще не ощущает той самой того самого мороза намного комфортно помогает и еще эти хитрости возле машины в швете фар лежат а валенки отдельно приготовлены б полотенце в теплый халат и г шапка вот дальше на ногах те же толстые теплые носки что первой серии я говорю толстые теплые носки и я в этих носках толстых теплых захожу в воду уже не ощущая острых острых камней из-за которых больно ходить делаю заплыв уже стараюсь вниз чтобы не утащила захожу и грибу уже не вдаль как-то здоровый первый год дикого дикого моржевания а вот это цивилизованное моржевание но в одиночку правда и от грибу метров 10 против течения грибу 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 меня сносит наконец чувствую что перемерз капитально а это надо выхожу на берег уже недалеко метров 10 20 всего сносит быстренько подбегаю к машине машина работает фары работают вот свете фар я первым делом сую ноги в валенки мокрые вторым делом накидываю халат просто накидываю не а накидываю вот и нет а может рукава сейчас же не помню и шапку а потом беру полотенце и уже мурлыкая потому что стоит только одеть валенки халат и уже спокойно там под халатом я себя растираю и мурлыкаю вот я избавился от страшного дискомфорта когда одевался но может быть тогда когда промерзал еще одеваясь еще когда приходилось по берегу шлепать по 50 по 80 метров промерзал может тогда-то и вот эта крайняя степень когда оставил организм на грань гибели можно тогда-то я и асмута и победил но данный момент я уже до врачи меня сняли с этого я же был на контроле как он называется на учете вот и меня сняли я стал нормальным человеком я мог продолжать работать в электролизом производстве то есть в этих условиях где не не терпят этих кто часто ходит на болезнь и этот этап был уже просто появилась привычка чуть ли независимость чуть ли не подсадить подсел на эту ледяную воду вот я бывало ну не хочу я идти не хочу меня страшно представить что я буду нырять вы что думаете да не хочу а ноги-то идут а руки уже ищут где полотенце а руки уже собирает опять валенки запасные все запасное вот халат собирают вот это был второй этап ну чтоб это знаете мой знакомый бурят я уже один раз произнес этом слух извините сейчас оказывается можно любыми словами в эфире выражаться не боясь ничего потому что оказывается это наши народные слова мы без них не можем жить если человек не выматериться то он его инфаркт хватит вот ну и на всякий случай я оправдался я скажу эту поговорку потому что на улице минус 30 а мой знакомый бурят сказал вот константинович ты знаешь как по бурятский мороз все нет конечно откуда по бурятский мороз холодно блять вот и вот теперь когда я ходил на берег когда было мне холодно блять я полностью себя вылечил с тех пор прошло без малого 40 лет и я учу не только здорово учу других у меня были проблемы вот я я эти проблемы мог решать с помощью медицины не очень-то и помогала и тем не менее как я сейчас понимаю вылечены шпоры вот вылечен страшнейший бронхит страшнейшая астма повторю на всякий случай это результат для 99 из 100 тоже вылечится если повторять и специально подробно рассказывал чтобы именно так поступали и все таки сотый утонет если не будет привязан берегу особенно если это река с течением или у него сотого одного из 100 это дань того что 99 будут здоровы или тромбоз или просто остановка сердце от холода тем более что я сказал 72 года а я старый морж я хожу в клуб и вот он третий и последний этап моржевания комфорте приходишь в клуб садишься это моржи считается обязательным мне иногда приходилось клуб не работает вот особенно в начале зимы но так хотелось просто подходил раздевался 0 минус 5 плюс 5 сделал несколько движений заряженных зарядился нырнул а в клуб все-таки лучше все моржи проходят через сауны сауны 2 сухая и мокрая сухая а вторая мокрая это с веником потом купание самые крутые моржи купаются по многу минут кто-то может выдержать и полчаса давно опрокинуты все вот эти вот старое наставление сколько минут может в единой воде продержаться человек уже давно простые работяги простые люди давно все эти рекорды перекрыли и наконец да и что еще такое клуб это камин это фитобочка бывало и массаж делают недорого за 100 рублей вот и как это становится частью жизни и вот именно эти поколению нашему кто занимается а это бывает и детишки но редко молодые люди но редко в средний возраст и 60 50 60 70 лет вот и никаких болезнях речи нет альтернатива медицина которая стала хитрой жадной подлой вот которая обдерет как липку но гарантии то не даст вот что беда что вы будете здоровы вот такие дела еще раз риски есть лучше в клуб моржей я знаю страшно дорогие клубы красноярский моржей тоже разорительно не каждому дано у нас я 100 рублей зашел отдал сауне это самое как следует прогрелся пока когда с тебя уже не пар идет а дым идет сухая сауна смотришь что с тебя уже идет дым и тогда только спокойно отдел тапочки подошел берегу прошу всегда председателя клуба василия федоровича федорович постой на берегу подстрахуй мне уже неудобно веревкой привязываться я веревкой привязываться когда один был там не стыдно ты постой вот сейчас увидишь этот на мелководье попрещусь увидишь что у меня сердце становилось ты хватай меня за волосы за лысую голову и тащи на берег вот пока так но самое главное наверное я сэкономил тысячи рублей на этих самых на таблетках ну вот друзья моя исповедь закончилась эта вторая серия желаю вам удачи я знаю большинство людей не способны холодной воды лезть они даже не спасают людей сейчас показывают такие страшные вещи они не спасают людей потому что вода холодная хотя умеют плавать и это тоже было показывали вот давайте не сдавайтесь я имею право это на этот рассказ на эту исповедь потому что мне 72 среднестатический возраст я пережил потому что большинство моих сверстников уже там лежат вот молча тихо а я еще что-то говорю а учитывая мои профессиональные деятельности вдвойне должен был уже несколько лет назад это на тот свет отправиться а еще в 40 лет каких 40 35 лет я уже должен был там вот и наконец еще несколько слов мне еще помогла одна вещь не успел я сюда приехать ружье со мной и сразу в горы ходить тяжело полный непривычный вот пока до гребня дойдешь всем поток сойдет и вот тут у меня начинался кашель дикий кашель страшный кашель вот меня выворачивало наизнанку чудо что творилось из меня чуть ли не литрами вот из легкого я выхаркивал даже говорить-то как неудобно желто зеленую слизь организм чистился быстрыми темпами я гидрометаллургия это есть та самая слизь потому что все это было у нас зеленого цвета соли никеля это они зеленого цвета и все это из меня я вычистил каждую клетку венесеев ледяной горы венесеев ледяной горы и опять дикая страшная рвота и опять наизнанку ворачивает вот и вот прошел год два три из тех пор и до сих пор я жив какой он я вы меня видели уже не в сотнях вы меня видели нескольких тысячах фильмов вот и продолжайте еще видеть мне многие желают здоровья живите вы нам нужны вот это когда ни один ни два десятки человек написали вы нам нужны вот я надеюсь нужен и для того чтобы поделиться вот этими знаниями лучше лишний раз избежать флюорографии вдруг это будет начало рака вот избежать вот этот когда куда суют там какую-то эту я забыл томография да опаснейшая вещь ну это же начало опять же опухоли и страшно не давайте лучше венесе но я беру в любую речку в любое озеро вот крайнем случае там дома контрастный душ так далее пожалуйста не сдавайтесь этот конце концов выгодно все друзья все сказал практически бы сказал что привязаться к этому самому я не знаю звук мотора выключил зато машину нагрел и тогда получается что с техникой безопасности жить можно 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 но хорошо когда рядом опытные маржи чё друзья вторая последняя серия закончилась а дальше вспомним моя любимая поговорка время проведенное в саду не засчитывается срок жизни наверное и то что бы мне не было бы сейчас наверное первая составляющая сказал маржевание вторая походы в гору и чистка организма до самых печенок и третье это работа в саду не та дикая глупая опасная для деревьев опасная для здоровья пока для вот тут то можно заработать и бронхит от чрезмерных усилий и радикулит и хаяся хадро все можно потому что надо было мне этому самому настоящему изобретателю рационизатору придумать божескую комфортную совершенно праздничную работу в саду почти ничего не делать только наблюдать и радоваться и собирать плоды это так тяжело ведь ни разу не удалось нам собрать полностью плоды вот я вам жалую таких много но это при условии что вы избавите себя от каторжевого труда перекапывая почвы вы не искалечите не почву не бактерии не грибы не муравьев не не червей ни корни деревьев вы представляете сколько можно уже миллионы десятки миллионов людей затурканы и копают и копают то что это самое как уже надо законодательно запрещать ну людей это жалеть надо и деревья жалеть надо и может быть тогда и фрукты появятся свои они импортная трава вот видите я сверну на любимую в тему все пока нечего с вами раз это чик мне надо идти дрова колоть